Канада осудила массированную атаку РФ ракетами и дронами по Украине. Министерство иностранных дел Канады осудило атаку РФ по Украине 29 декабря ракетами и дронами, которая стала самой массированной с начала полномасштабной войны, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сообщение МИД Канады в соцсети ХА, Канада решительно осуждает ракетные атаки и атаки беспилотников России на многочисленные украинские города, включая Киев. «Мы стоим с Украиной и осуждаем незаконное вторжение Путина», — говорится в сообщении. Канада сильно подвергает озабоченность и дрону нападения на Россию на единый украинский город, включая решетка Киев. Ви решетка «Stand with Ukraine and Condemn Putin is illegal invasion foreign policy CEN», «Собака Канада-FP», «Десембер 29-2023». Стоит отметить, что Канада, несмотря на то, что находится далеко от нашего государства, поддержала украинцев в захватнической войне, развязанной Российской Федерацией, Атава предоставила Украине военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против России. Также в мае 2022 года после освобождения севера премьер Канады Джастин Трюдо приехал с визитом в Киев, массированный ракетный обстрел России и Украины 29 декабря. 29 декабря российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса. Известно о многих пострадавших, погибших, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура, в общей сложности в воздушном пространстве было зафиксировано 158 враждебных целей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить в небе 114 целей 27 ударных БПЛА, Шахет, и 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55. Более подробно о последствиях удара Кафиров, в материале РБК Украина, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.